Привет! У нас тут со Степаном выдалось свободное времечко, и мы решили записать такой короткий обзор кофеин Еревана, которые нам понравились пока. Это ни в коем случае не какой-то профессиональный обзор, плюс у нас, видимо, будут какие-то супер косяки со звуком и видео, но что получится, то получится. Две-три кофейни мы вам покажем. Мы сейчас находимся на пересечении Маштоцца и улицы Пушкина. Пойдем вверх, там есть какая-то полусекретная кофейня в гаражах, с каким-то очень сложным названием. И потом в центре там еще пару мест, и, возможно, что-нибудь дорогие еще найдем. Погнали! Так, мы находимся во дворе Саряна 18. Тут есть гаражи, где-то там есть прикольная кофейня, с очень сложным названием, но мы сейчас просим. Это наша первая точка, которую мы решили с Степаном проверить в рамках нашего тура по кофейням. Берем! Холоритненько! Пойдем! Как все-то наше! Давайте мне один из пресса и... А фильтров нет? Нет, нет. Протяги. 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 Мало и могу колыбhood. Давайте кейне. там кений и в литературе есть пакеты сейчас они закончились да, сейчас, к сожалению, закончились многие другие уютненько снаружи она выглядит эспрессо мне не понравился фильтр у них немножко странный на мой взгляд но мне кажется это дело молкина в любом случае это пока самая крутая кофейня не то что на 1 я в случае другие обошел вот наверно пойдем еще дальше но вот это место мне прям зачетно нравится тут просто взять кофе с собой или там быстро посидеть она маленькая но кофе они мне кажется пока самый прикольный ребята ни свет ни ночи не свет ни ночь так у нас по плану кофейни люмен она находится вот тут вот во дворах вход напротив улицы колбац и 49 не знаю как это правильно читается в общем погнали туда там вроде милая местечко и они сами жарят вот это кстати очень прикольный мясной люмен прячется вот в этом дворе вот где-то там я из петербурга скепан из москвы да девушка тоже из петербурга а из Еревана из Еревана ну теперь уже из Еревана да ну вы сами жаритесь у него а вы давно открылись вообще ну почти год 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 и наверное 10 дней поздравляю с прошедшим днем рождения но у вас вообще скорее приходят и работают да или как ну с вами ноутбуками да сегодня мы купили новый вай фай стало айдольное стало уже хорошо да так давайте давай я предлагаю попробовать теперь маунтинг это на отварная отработка да давайте спасибо спасибо так окей мы значит когда хотели открыть началась ковид и все наши бюджеты были просто исчезли и мы решили делать краудфандинг и продать эспрессо и американо то есть сейчас американо стоит 800 мы продали за 500 и мы продали 33 тысячи чашек кофе наперёд наперёд да сейчас вот люди приходят те которые купили сейчас используют эти иконы еще такой вопрос ну не от меня лично от друзей вот если как бы русский бариста приедет без знания армянскому с знанием английского это вообще реально найти работу да конечно реально мы сейчас взяли одного сотрудника он русский не понимает армянский сейчас работать с нами здорово хорошо спасибо большое и удачи вам спасибо привет ну вот попили мы тут кофе прикольные ребята хозяева ну пока он мнение такое что короче эспрессо лучше там а фильтра лучше здесь ну это чисто мое субъективное мнение и что еще погнали в афроклаб или как он там называется это на пушкина так и третье место это кофейня афролаб у них стоит один проба то не не тогда говорили что они сами жарят пойдем посмотрим вот так это примерно выглядит зарода а вы расскажите вот прям вот тут жарите на этом проводе здесь ли это для да мы импортируем зеленые зерна кофе и импортируем из разных стран в основном это кения это несколько районов этиопии это гондурас это сальвадор это колумбия и все что потом происходит с кофе происходит прямо у нас там у вас да а вы смотрите я вас неделю назад купал кофе и заметил что уже после этого появились эти пачки от гравитаса сеня кузнецова да он приезжал к нам если не ошибаюсь летом он провел мастер-класс по обжарке и подарил этот кофе но он к сожалению не продается но у вас еще такое место более про поесть да у вас полноценная кухня да у нас смотрите вообще коллектив это скажем так заведение которое включает себя три зала один золото афролаб где мы с вами сейчас находимся другой золото ресторанная часть галия и там есть коктейлю в честь армянского художника минаса витисиана но разницы меню никакой нет то есть можно посидеть в афролабе выпить коктейль пообедать поужинать позавтракать все что может прийти в голову внимание вопрос